и всем добрый день с вами диджей обсидиан и я решил принять участие в жировочек конкурсе поэтому сейчас мы идем в магазин мы будем готовить сверх тяжелый бутерброд вот сейчас кстати проходим по одному месту которое было в моих снах это один из таких вот моментов на нашем районе и в качестве основы нашего сверх тяжелого бутерброда будет обычный батон пока что мы набрали вот балык котлеты для гамбургеров бутербродный сыр моцареллу и красный лук в нашем бутере скорее всего будет где-то 3-4 слоя мяса и три слоя сыра остальное по вкусу так в этом магазине бекон слишком дорогой поэтому мы пойдем за ним в другой магаз а заодно чем по дороге и вспомним и так мы вроде бы них вы еще не купили но при этом уже 600 рублей что в принципе в пределах допустимого потому что весь бюджет на наш бутер это косарь значит я щас перезду в другой магазин потому что что-то бекон тут слишком дорогой значит куплю бекона остался кроме бекона салат и бекон салат а и какой-то соус который будет типа заправки чтобы наш бутер был немножко помягче я вот думаю взять какой-нибудь типа соус цезарь хотя он не с курицей не очень хорошо идет может взять какой-нибудь тартар или ну или вообще забить призрак аутизма бродит по району мы докупили еще немножечко всего зале вот в том числе салат почему-то меня попросили купить пачку яиц но в общем все по делу бутер вышел примерно на косарь ну а мы его будем готовить а начинаем готовку нашего бутер мы с обзора того что мы накупили и так у нас тут салат у нас тут цезарь соус у нас тут бекон так давайте мы разложим это логически соусы все сюда сыры сюда прочее сюда значит мясо у нас котлет для бургеров это основа нашего бутера его корпус нас еще дополнительно сыр у нас балык у нас еще одна пачка яиц но это так не все пойдет на бутер у нас еще один сыр это мацавела вот такая дешманская что у нас там осталось нас более дорогой сыр и у нас последние вроде бы это лук лук красный очень сочный вот мы будем извращаться и добавлять его без всякого там как сказать короче говоря без обработки скорее всего максимум мы его ошпарим итак я отмерил нам где-то 105 грамм бекона но пока значит перед беконом мы кладем яйца в воду вот я думаю что два яйца у нас к сожалению почему стрессу ли уже три ну хрен с ними видимо их надо было в холодную воду ну я этого не помню ну да это не очень то и важно мы значит валим в крутую крутую до вкрутую 4 яйца ну а пока варится яйца начнем пожалуй наши манипуляции с беконом мы попробуем сейчас его сплести как это советовали в интернете для начала мы разделяем бекон подвинем интернете использовали какой-то очень тонкий ой не тонкий широкий узк короче узкий блин да не широкий бекон вот поэтому как-то я думаю я чувствую мы его просто пожарим все без всякого там художественного сплетания итак мы выложили вот так на сковороду наш элитнейший бекон ставим его на небольшой данный огонь и пока у нас жарится бекон давайте подготовим собственно корпус нашего бутерброда для этого вам понадобится батон вроде свежий я думал сначала взять чебату но чё-то чебата слишком жесткая для этого есть будет неудобно вот задумывается это как более-менее портативная еда где у нас тут значит берем не менее элитнейший керамический ножик и вырезаем крышечку вот как-то наверное вот так он у нас прорезает вообще не очень давайте попробуем вот этим ножом чё-то керамические уже затупились видимо так вот ником уже начал издавать звуки и теперь эту крышечку надо как-то аккуратненько подцепить не порвать и так надо еще придумать что делать с мякишем от этого хлеба потому что от большей его части нам придется к сожалению избавиться и я не совсем понимаю куда ее надо деть мякиш мы значит видимо вырежем на тарелочку его большие куски и я реквестирую ананимасом придумать что нам с этим делать вот потому что это не совсем очевидно вот у нас очень много хлебного мякиша и вообще надо придумать по-хорошему технологию приготовления вот значит хлеба без огромного количества мякиша вот чтобы так сказать не тратить ценное ну конечно можно запрессовать когда он станет меньше потому что это очень такая пористая структура но опять же не совсем понятно да куда мы это будем девать так нужно сколько у нас тут по глубине там еще много вот ну как-то значит выгребаем отсюда мякиш ну наверное потом загуглю что-то вроде топ 10 блюд из мякиша хлеба ну а пока мы его просто оставим вот причем такая форма она важна чтобы наш бутер не расползался вот я думаю этого достаточно остальное у нас запрессуется тем временем наш бекон вполне себе поджаривается а яйца варятся по-моему я забыл когда я поставил яйца вот но ориентировочно минут 5 назад пусть еще поварится пару минут так наш бекон вполне себе подоспел значит настало время его выкладывать но сначала нам нужно как-то его немножечко сделать помягче и под бекон наверное имеет смысл засунуть как раз соус цезарь либо либо мне кажется хорошим будет вариантом сначала выложить сыр обычный бутербродный сыр у нас он для чизбургеров ну я думаю это вполне сойдет потому что у нас нечто ну достаточно близкое к чизбургеру у нас здесь очень много сыра вот так мы аккуратненько открыли аккуратненько я скажу открываем сыр кладем его вниз по-моему на том рецепте который я находил в интернете использовался какой-то более широкий хлеб либо более маленький сыр вот ну это я думаю не особо то и важно сыра нам понадобится довольно много я думаю ломтика нам 4 или 5 так это уже три ломтика одна пачка готова так ну и по моему наши яйца уже готовы поэтому мы их выключаем аккуратненько сливаем воду аккуратненько сливаем воду и обязательно заливаем холодной водой чтобы они лучше чистились и так как они у нас горячие сейчас с ними работать неудобно мы их просто оставляем здесь а теперь пришло время положить сюда каким-то образом наш готовый бекон делается это примерно вот так опа так надо видимо бекон немножечко растянуть чтобы он был распределен более равномерно так он значит у нас снаружи с корочками такой хороший аппетитный его так много это целых 100 грамм вот аккуратненько давайте возьмем билочек чтобы не пачкать руки ну значит придавливаем слегка бекон так так дальше у нас пожалуй пойдут котлетки и вот мы значит положили котлетки на сковороду а пока они жарятся пожалуй надо заняться чем-то более полезным но кроме ожидания пожалуй тут заняться особо а нет точно мы сейчас достанем моцареллу и так моцареллу надо у нас доставать скрывать нам раковины так надо не проебать время для котлеток там где-то примерно вот где нужно так куда я делал котлетки у нас здесь есть моцарелла аккуратненько отрезаем пакетик разгемонтизировался внутри она вот значит там есть жижа и жижу мы как раз сливаем я думаю даже имеет смысл сделать вот так вот по-моему надо нарезик побольше призрак аутизма ходит по кухне и вот она наша моцарелла она выложенная значит моцарелла а пока что мы перевернем котлетки перевернем и наверное накроем их чтобы они у нас не брызгались особенно так как моцарелла по консистенции напоминает яйца я не придумал ничего умнее чем нарезать ее с помощью яйцерезки потому что мы можем я не уверен что нам понадобится вся моцарелла отсюда но возможно ой по-моему у меня пришел таймер печки это надо немножечко тормозить готовку итак яйца у нас ждет та же судьба что и моцареллу я их почистил после того как они приезжали в холодной воде после варки значит они чистятся очень легко видимо это все таки будет очень толстый слой яиц я не предполагал но в общем то что батон маловат становится итак мы начинаем выкладывать все это наше чудо сюда причем как то вот значит в каком то таком вот случайном порядке в чем я думал вообще когда я решил сюда 4 яйца засунуть ну ладно сейчас уже не очень то и важно засунем все но все равно этот хлеб потом будем прессовать вот я по-моему два яйца все таки тут достаточно больше уже как то перебор у нас еще моцареллу сюда надо засунуть как то вот так да одну хотя нет мы сюда засунули три яйца одну я так просто съем вот значит после бекона у нас идет моцареллу много 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 она вот так вот между я между яиц мимикрирует под яйца на принципе визуально похоже на яйца тоже так а надо перезапустить котлетки а то я забыл это сделать давайте стартуем котлетки не буду их показывать это на телефоне потому что руки мокрые в моцарелле так вот надо еще до конкурса остается чуть больше часа а нам еще надо успеть запрессовать это дело я уже не говорю о монтаже видео вот моцарелла у нас тут примерно 70 грамм яйца я не мерил но я помню их количество а этого достаточно я догадался что сделать с хлебным мякишем из него будет сделан сделаны сухари логично именно и этот уровень заправить соусом цезы ну так немножечко под прессом все у нас значит растечется так теперь когда наши котлетки почти готовы у нас помыть салат они там немножечко подостынут а пока я нарежу лук итак значит нарезаем лук половина дольки я думаю будет достаточно это так сказать скорее для усы и витаминов он не особо питательный петель тут для уверенности я конечно его взвешу тут наверно грамм так 40 не 72 я на глаз определять не умею вот что мы делаем с этим луком мы берем ой глаза щипит берем чашку берем чайник только что вскипевший наливаем ой ой мои глаза ой как щипят так и закидываем ой немножечко пролилось надо протереть вот лук ошпарить необходимо для того чтобы он был не такой ядреный и значит чтобы мы не охуевали во время процесса потребления нашего чудесного бутера а пока наш ручок шпарится в сторонке мы приступаем к боже мои глаза выкладываем котлет у нас получились такие довольно сочные поджаристые с корочками так вообще и слишком даже толстоватые я надеялся что они будут не такие толстые у нас уже вот почти нет места в нашем бутере мы его еще закрыть как-то должны вот поэтому ну что-то мы немножко промахнулись давайте покроем это соусом барбекю вот так смачно я думаю как раз я даже не уверен что у нас останется место на еще один слой мяса но мы обязательно попробуем мы же идем в номинацию пищевая кома а как же туда без такого-то так нужно слить воду с ручка количеством как вы можете видеть мы обосрались снова ну ладно и остатки лука я доем уже так ну что ж нам осталось добавить совсем немного добавляем немножечко листьев салата которые мы помыли и изготовили так салат к счастью тонкий с ним проблем не возникает так я очень надеюсь что я смогу это запрессовать вот потому что что-то пока это надежды не внушает к сожалению ну что ж собственно у нас осталось открыть остался балык и вот этот да это балык и вот этот вот сыр давайте засунем их так сыр нарезан добавляем сыр вот как-то так видимо с крышки придется убрать еще больше мякиша чтобы она в принципе сюда встала потому что иначе все будет ну очень плохо так я думаю сыра нам достаточно он 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 теперь кладем сюда балык раз два три три мало кладем 4 вот понимаете у нас как там в принципе бутер готов давайте пробуем его закрыть нет надо все таки удалить немножечко да нет вы понимаете еще и так мало ну что ж наша йоба готова но как видите он не очень компактный и сейчас эту проблему будем решать совершенно банальными методами так где там у меня фольга так ну вот вы видите обычный мосток пищевой фольги и сейчас для нее мы и будем закатывать наше чудо так очень звучная фольга ой что да тут мокро куда я делся а вот тряпка итак кладем наш ее бутерброд и начинаем потихонечку его закатывать в фольгу важно не надо пытаться его прессовать уже в процессе закатки потому что прессовать мы его будем потом немножечко так с сторон по моему еще один проход вот в этом направлении так у нас значит примерно столько вот два прохода вот как вот так так кладем вот уже вот так вот начинаем прикрывать и вот как-то оно в открыто ну что ж приходит так сказать момент истины ради чего мы здесь собрались мы его взвешиваем и получаем да у нас где-то килограмм жратвы теперь его надо запрессовать итак прессовать данный бутерброд мы будем достаточно бесцеремонно так это чтобы на случай если он протечет это что-то вроде вот эти вот тетрадки это вроде прослойки ну то есть чтобы оно давило более ровномерно а вот это так сейчас и как-нибудь вот так положу надо подступиться это тяжелая кон бля дай сюда конструкция так надо поймать ровновесие аккуратненько это чуть ли не самое сложное вот ну понятное дело что нашей дверцы от муфельной печи тут явно мало нужно загрузить чем-то еще есть отличный кандидат для этого дела где давай мы возьмем куалду и положим ее вот как-то так аккуратненько сверху чуть-чуть сюда но этого по ощущениям тоже мало поэтому кроме кувалды мы наверное достанем топор или он недостаточно тяжелый дай сюда блядь за что ты там падла зацепился тоже ну мы просто прилипли блядь кувалда решила прилечь пока мы отошли за топором это не очень хорошо равновесию такой конструкции мало как вы поняли поэтому когда мы будем отходить мы это дело чем-то подопрем вот топор тушь сюда ой ой пиздец какая неустойчивая конструкция ну вот вы можете наблюдать как остатки мякиша медленно превращаются в сухари